Вот Зинченко, я в своё время спрашивала, была такая комиссия по изучению, по проблемам сознания при Академии наук, её Велихов в своё время начал, и там была очень умно составлена, я, кстати, входила туда, совершенно непонятно почему, я молодая девица была, вообще ничего собой не представляла, не знаю, случайно, вот, но там была плюс к этому ещё команда, которая именно исследовала такие вещи, вот они там взяли кучу этих всяких тёток, потому что это в основном женского пола эти ведьмы были, которые, да, владели экстрасенсорными, значит, разными возможностями, вот, и в команду входили очень интересный, умный человек её составлял, там, разумеется, были психологи, были врачи, там были физики, там были фокусники, что говорит очень хорошо о тех людях, которые, ну и, короче говоря, они рассказывают, как сидит одна из этих ведьм, да, перед ней стоит этот самый коробок спичечный, вот так, вот этой частью к её лицу, вот так, вот она на него смотрит, и он отъезжает на 2 мм. Понимаете, если это правда, то этого одного факта совершенно достаточно для того, чтобы обрубить целый ряд наук, просто вообще обвалить. Физиков почему-то ужаснуло даже не то, что он отъехал, а то, что он не упал, потому что это значит, что она свой бесовской взгляд ещё в нужную точку фокусировала, потому что он должен хотя бы, они говорят, нам было бы легче, я не понимаю, что здесь легче, но нам, говорят, было бы легче, если бы он хотя бы упал, он взял так и отъехал. Я к чему говорю? Это произошло, если. Это произошло один раз. Никаких вероятностей больше не надо.